Приветствую вас дорогие мои зрители! Сегодня мы будем опять делать макияж, но уже без экстрима будем делать классический вечерний макияж, для которого я буду использовать свои новые тона, которые я купила. Вот такие вот тени буржуа мне очень понравились. Сложно сказать, какой это цвет, но я склоняюсь к тому, что это более такой фиолетово-коричневый оттенок, вот с такими вот красивыми стразами, маленькими блестками внутри. Вот такие вот тени, мне они очень понравились, поэтому я решила, что я сегодня ими воспользуюсь. Вот, также я буду использовать свои темно-коричнево-серые тени Шанель, я их уже показывала, я обычно ими подвожу бровки, но сегодня я хочу их добавить на глаза. Я буду использовать такой вот темно-коричневый контур. Кстати говоря, все это новое, вот я рекомендую, когда вы покупаете косметику, она у вас уже дома, вы вот так вот с нее снимайте вот эти этикеточки. Потому что все это потом, бумажка всякая, всяко начинает мараться, в общем какой-то обшарпанный вид становится, поэтому лучше сразу подготовить все крандашики, все это снять, всякие вот такие вот штучки тоже удаляйте. Тут мне плохо получилось снять бумагу, но можно намочить, потом будет хорошо помыть, чтобы всегда косметика выглядела красиво. Все баночки, чтобы у нас блестели, горели, не были заляпанными и так далее. Вот, значит, я еще буду использовать персиковые такие вот румяные, буду использовать как для глаз, так и для скум. Вот, то есть такие вот пастель сегодня будет. И еще я буду использовать вот такую вот штучку, сейчас покажу. Так, вот, внутри вот такой вот, значит, порошочек, типа слюда. То есть вообще это кисточка Герлен, ароматизированная, с ароматом My Insulance. Эта кисточка предназначена как для лица, так и для тела. И вот я сегодня буду ее использовать. Вообще, хотелось бы на все веко наложить такую слюду, есть такой продукт, слюда называется, но у меня ее нет, поэтому я буду использовать вот такую вот пудру. Тоже она практически как слюда, такая вот прозрачная, блестящая. Попробую воспользоваться ей. Для губ я буду использовать вот такой вот замечательный бежевый блеск КТ. Трехфазный он был, но немножко сейчас смешался уже. Вот, очень красивый блеск японский. Вот, что еще, конечно же, кисточки наши любимые. Ну вот, приступим. Значит, я уже нанесла на лицо тональный крем и пудру. Еще немного сверху припудри века. Получше припудри, чтобы лучше держалась косметика. У кого-то она не держится, пишут мне, не знаю. Не так пудрите. Да, если морщинки под глазами сильные, лучше не акцентировать и сильно здесь не накладывать пудру. Все делайте слегка. Кстати говоря, хочу ответить людям, которые возмущаются тем, что последний макияж кому-то там не понравилось, выглядел грязно, наляпано, что-то там еще им показалось. Друзья, я делаю макияж при дневном свете. Вот сегодня просто очень темно, я включила искусственный свет. Но, как правило, я сажусь перед окном, перед большим, у меня открытое пространство, и я делаю все при дневном свете. Я не закрываюсь где-нибудь в темной ванной и не включаю фонарик, при котором все скрадывается, все кажется ровненьким и красивым, какие-то силуэты. Я сажусь открыто перед окном, показываю все свои преимущества и недостатки, потому что мне хочется, чтобы все это выглядело естественно, натурально. И то, что там вам кажется где-то что-то неровным, но это все утрировано, потому что все-таки это камера, и это обычный дневной свет. Порой это какие-то пасмурные дни, порой это солнечные дни. Конечно, когда ты включаешь искусственный свет, у тебя лицо, оно просто вот становится как полотно, и где-то какие-то недочеты, они просто скрадываются. Я видела, что многие девочки так делают, вот такой вот прием, но как бы мне он не очень, поэтому я сажусь перед окном. Вот, значит, я нанесла пудру, бровки я сегодня не буду сильно выделять. Немного расчесываю. Ну, тут уже по желанию, на самом деле. Вот, но глаза будут такие классические, а у меня форма глаз миндалевидная. Я прямо вот ее хочу подчеркнуть, кстати, у меня была съемка уже, такая вот, покажу. Вот. Вот тут такой макияж. Слям видно. Вот он. Практически то, что я хочу показать, но немножко я буду делать это все скромнее, более пастельные тона. Ну, в общем, классика. Вот этот вот мой глазик миндалевидный, я прямо так и буду подчеркивать. Для начала я беру свою вот эту вот прозрачную следу. Если у вас есть настоящая следа, то это еще лучше. Ну, вот так вот наношу ее. Ну, красиво, что могу сказать. Мой любимый аромат. Герлен Инселанс. Вот. Скоро сделаю видео о своих ароматах. Девочка меня тоже просила. Обязательно покажу. У меня очень много бутыльков. Правда, не все сразу, но здесь у меня много с собой. Потому что в связи с моими переездами, моими перелетами, мои все вещи, они рассортированы по разным точкам мира. Вот. Ну, буду вам показывать порциями, порционно. Теперь я беру свои тени буржуа. Все-таки меня просят называть тона буржуа тени 13 тонн. Вот здесь вот есть цифра 13. Вот такой вот оттенок, очень красивый. Попробуем его. И вот сюда вот так вот с края веду кверху. Какие красивые тени, боже мой. Вообще шикарно просто. Второй глазик. Теперь я беру свои тени шанель коричнево-серые. И вот таким вот спонжем наношу их. Вот сюда, прям в этот уголок. Затемняю. Далеко не растушевываю. Прямо вот по сгибу. Ну вот, какая красота получилась. Опять я такая лиса-алиса. Так, ну это еще не все, конечно. Теперь я хочу добавить персиковые, вот эти вот свои румяно-тени тире. Я добавлять их буду вот таким вот спонжем. Немного его надо почистить. И теперь вот добавляем сюда на серединку и на край глаза. И так далее. Добавляем под бровку те же самые персиковые румяна. То есть через эти персиковые румяна у нас, или тени, у нас будет просвечивать наши вот эти вот слюда, которые мы изначально положили до нанесения темного тона. Вот, мне нравится. И так далее. И так далее. И так далее. Добавлю еще вниз вот такой вот тоненькой кисточкой, тонким спонжем. Опять же, персиковые румяшки. Вот сюда вот вниз. Теперь я беру темно-коричневый карандаш. Карандаш я использую Essence. Вот такой карандашик. Автомат. И делаю контур внутри глаза. Сейчас мальчики скажут опять, они что-то там мудрят. В глаза карандашами и палочками тыкают. Вот. И теперь делаю сверху вот здесь вот такой вот маленькую-маленькую стрелку от середины глаза. Не на полное веко, а от середины глаза. Как бы, чтобы у нас перекликались эти контуры внутри глаза и сверху. Поднимаю ее прям вверх. Чтобы глазик был такой у нас объемный, кошачий. Это всегда секси. Делаем хороший жирный контур. Я буду делать вот так. Делаем тракт. Потому что у нас решение. Вот так. Также этот контур можно сделать жидкой подводкой. Играет музыка. При искусственном свете становится жарко и лицо становится немного влажным, поэтому нужно припудрить все блестящие места. Хорошо припудриваем губки, потому что мы будем делать контур, чтобы у нас тоже контуры и помадка хорошо держались. Ну вот, наверное, я еще забыла сказать о том, что я буду использовать такой вот новую тушь своего L'Oréal Volume Million Lashes. Вот такая вот тушь такого коричнево-фиолетового оттенка. То есть, в принципе, она утрирована фиолетовая, сливовая. То есть, когда видно, когда ты только так вот поворачиваешься, сбоку такой вот лоск идет. Вот так она выглядит, как коричневая темная тушь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лесницы снизу прокрашиваю слегка. Вот так буквально слегка положу тушь на край. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, такие вот у нас глазки красивые. Кошкины глазки опять получились. Так, сделаем скулы. Скулы мы сделаем персиковым цветом, опять же. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слегка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Носик, как я люблю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так. Ещё я хочу на скулы сверху положить вот эту вот следу, которую я изначально использовала для всего века. Вот она у меня в такой вот кисточке в виде пудры для тела и для лица. С блёстками, с такими нежными. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно приобрести настоящую слюду. Вот сюда вот повыше. То есть, чтобы такой вот лоск придать, чтобы такой вот был объём. То есть, у нас макияж вечерний, и, соответственно, где-то это будет вечерний свет искусственный, это будет очень красиво всё мерцать. Так. Теперь мы делаем контур для губ. Новый карандаш. Беж. Всё, как я люблю. Бумажки отрываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер карандаш, могу сказать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девушка идёт в шапке чёрной и в белой маечке, такой вот практически бельевой. Мода, что поделать. Так, беру бежевый блеск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, ну вот, что-то у нас получилось. Уж не знаю, как вам, а мне очень нравится. Вот. Ну что ж, опять у меня вечер сегодня будет, конечно же, насыщенный. Вот. Пойду народ радовать. До новых встреч. Пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова